Сейчас в Бердске из 46 образовательных учреждений работают 5 детских садов. Их посещают более 300 детей. Осуществляют деятельность 175 промышленных и строительных предприятий. Работает 21 торговый центр, те, где есть супермаркет на первом этаже. Это товары первой необходимости, в основном это продовольственные продукты. Один санаторий, Ортас, находится в рабочем режиме, в связи с тем, что люди поступают на реабилитацию после операции. 56 человек находятся на сегодняшний момент в данном санатории. 50 предприятий общепита у нас работают на вынос, на доставку. Это 187 человек, которые заняты в этой сфере. 51 магазин розничной торговли, в том числе 11 на доставке. В настоящее время в городе Бердске в торговле трудится 3,5 тысячи человек. На сегодняшний день у нас открылось 67 салонов парикмахерских. Они возобновили свою деятельность. Численность их составляет 205 человек. Администрация города составила график по контролю предприятий, которым предписано соблюдать меры безопасности. Пока обследования будут носить рекомендательный характер. Рассмотрим присутствие разметков для соблюдения дистанции и смотрим наличие аудиороликов. На сегодняшний день у нас есть такие аудиоролики, это в Протибе и в Мариара. Они у нас озвучиваются один раз в час. О том, что необходимо соблюдать дистанцию и какие меры профилактики необходимо соблюдать в данный период. Отсутствие профилактики по диссредствам обработка, это первое, это отсутствие масок у продавцов, это отсутствие перчаток. На это указываем, обращаем внимание о том, что должны быть у нас обязательно инструктажи, журналы по инструктажам руководителя должны проводить на местах. Проговорим о том, что входная группа должна, рекомендуем, должна быть необходимым средствами оборудованной, это должны быть и антисептики. Также проверяем журналы фильтра, это измерение у сотрудников температуры. Также смотрим, ну и рекомендуем, конечно, придерживаться данным нормам и правилам. В дальнейшем, что будет у нас и каким образом будут меры приняты, мы сейчас пока никаких карательных мер со своей стороны не принимаем, мы сейчас ведем рекомендательный характер. Поэтому в последующем мы пойдем уже с проверками, уже не те структуры, которые, в принципе, рекомендательный характер, а уже именно составление протокола. 17 апреля в приемных губернатора будут действовать горячие линии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, а также по вопросам социальной поддержки. С 10 до 12 вопрос будет обсуждаться о мерах поддержки среднего и малого бизнеса в период действия повышенной готовности на территории Новосибирской области. В прямой телефонной линии примут участие представители Министерства промышленности и торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. С 14 до 16 по вопросу о мерах социальной поддержки граждан в период действия режима повышенной готовности на территории Новосибирской области. В этой прямой телефонной линии примут участие представители Министерства труда и социального развития, Министерство здравоохранения Новосибирской области, образование, Роспотребнадзора по Новосибирской области. Телефон многоканальный, телефон прямой линии общественной и прямой губернатор Новосибирской области 8 800 700 84 73. По данному телефону можно будет позвонить и задать интересующий вам вопрос. По мерам поддержки. Агенция инвестиционного развития Новосибирской области разработана в мере поддержки в соответствии с налоговым кодексом и постановлением Российской Федерации, правительством Российской Федерации. Части касаются по монаториям на налоговые санкции, по приостановлению проверок, по продлению срока сдачи отчетности, снижение тарифов по страховым взносам, по реестру системообразующих организаций и их льготам. Более подробно по этому вопросу можно будет потом проговорить. И у нас утвержден план губернатора Новосибирской области, Александр Ильич Травников, по поддержке экономики Новосибирской области. Более детальную информацию, когда мы получим с курирующих министерств, которые непосредственно реализуют данный вид поддержки, мы будем информацию доводить. Жанна Шурова рассказала, что в ближайшее время запретят посещение ряда территорий в Бердске. Это кладбище, рынок и храмы. Вынесено изменение в 43-е постановление губернатора от 27 марта 2020 года, постановлением 56 от 16 апреля, где дополнен пункт 1.1. Следующего содержания. Уридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляется деятельность на территории Годрова Новосибирска, Новосибирской района, Новосибирской области, городских округов и Новосибирской области с числом житий более 23 тысяч, с 18 апреля ограничить посещение гражданами мест захоронения в случае погребения умершего. С 19 апреля 2020 года приостановить деятельность рынков продовольственных и промышленных товаров. Также религиозным объединением сучняет действие на территории Новосибирской области с 18 апреля 2020 года не допускать проведения массовых мероприятий, которым религиозные массовые обряды и церемонии различен конфессий, количеством ограничить количество людей, обеспечить время представления посещения культовых зданий, в том числе за предоступы граждан в культовые помещения, за исключением священнослужителей, которые необходимы для совершения богослужения и функционирования зданий. В Бердской администрации внесут поправки в соответствующий нормативный акт, который вскоре опубликуют.